Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области жены военнослужащих смогут уйти в отпуск вместе с мужьями. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Концерт для военнослужащих, проходящих реабилитацию в лечебных учреждениях региона, а также их жен, прошел в Самаре. Гостей с наступающим праздником поздравила глава города Елена Лапушкина. Все работы на непрерывном контроле. На каком этапе в Самаре находится строительство станции метро «Театральная». Пробуждение. В преддверии женского дня в Самаре открылась персональная выставка работ самарского художника Надежды Русяевой. В Самарской области жены военнослужащих смогут уйти в отпуск вместе с мужьями. С такой просьбой к главе региона обратились супруги участников СВО. По словам женщин, сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и позволить уйти в отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставят отпуск командование. Губернатор подчеркнул, что обязательно учтет это предложение и пообещал договориться со всеми работодателями. Также глава региона отметил, что сейчас готовятся различные предложения для отдыха и реабилитации бойцов в отпуске. В Самаре в честь Дня защитника Отечества и в преддверии 8 марта прошел праздничный концерт для военнослужащих участников СВО, проходящих реабилитацию в лечебных учреждениях Самарской области, а также членов их семей. С сольным концертом выступила Вика Цыганова и группа «Северный ветер». Перед началом гостей поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. Приходите в мой дом, мой дверь открытый, буду петь в снеге и вину угощать. Выступление Вики Цыгановой – одно из самых народно любимых певиц в нашей стране – подарок для самарцев. Концерт был организован в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня самарскими железнодорожниками при поддержке Самарской общественной палаты и Комитета воинов Отечества. Потому что ее песни, как никакие другие, отражают всю широту русской многонациональной души. Это очень важно, потому что и железнодорожники всячески поддерживают те решения, которые приняты на уровне нашей страны. В зрительном зале военнослужащие – участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных учреждениях Самарской области. Их семьи и семьи тех, кто сейчас продолжает выполнять боевые задачи. К гостям с приветственными и поздравительными словами обратилась и глава Самары Елена Лапушкина. Стараемся их окружить любовью, заботой, чтобы им было там спокойно. И, конечно, поддержать в том числе их семей, чтобы у них душа не болела за их милых женщин, которые остались здесь, в нашем городе. Со сцены звучали как любимые хиты, слова которых слушатели знают наизусть, так и новые песни «Снегири», которую жены военнослужащих слушали стоя, надев кители своих мужей. Эту акцию подготовили женщины Комитета семей воинов Отечества. Для того, чтобы объединяться, для того, чтобы поддерживать друг друга. Одно и ждать очень тяжело, но когда мы вместе, нам проще и легче переживать. А в конце концерта женщинам подарили цветы. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В преддверии праздника в Самарской области проходят поздравления. Руководство региона, общественники, дети поздравляют женщин, матерей, учителей, педагогов. Для ветеранов и детей Великой Отечественной войны особенные поздравления. Военнослужащие Самарского гарнизона устроили для них концерты. Ветеран Великой Отечественной Муноверя Файзолина, несмотря на возраст, подпевает и даже пританцовывает под музыку. Она ушла на фронт добровольцев в июне 1943-го. Участвовала в освобождении от фашистских захватчиков Украины, Румынии и Венгрии. Накануне Международного женского дня к ней в гости приехал целый военный оркестр. Я ждала вас, я желаю вам всем здоровья, счастья, мира и любви, хлеба, чтобы хлеб был на столе, самый главный. Оркестр Самарского гарнизона сегодня с самого утра приезжает в гости к женщинам-ветеранам. Исполняет композиции военных лет и те, что звучат в фильмах о Великой Отечественной. Так командование 2-й общевойсковой гвардейской армии поздравило тех, кто не жалея себя добывал победу. Прежде всего, конечно же, желаем мы здоровья, чтобы они нас продолжали дольше радовать своим присутствием. Потому что для нас это очень большой пример, вот именно женщины-ветераны, которые на своих руках вынесли ту победу. И сейчас важно, важно смотреть на то, как они это смогли, перенимать их опыт, их характер. Потому что только они смогут нам это передать. И чем дольше они смогут нам это передавать, тем лучше в целом для общества. Сегодня оркестр приезжал к ветеранам Узи Павловой, которая награждена Орденом Отечественной войны второй степени. К Надежде Суспицыной, которая в течение года готовила и отправляла в зону СВО пироги и варенья. К Анастасии Масловой, которая воевала в первом прожекторном полку. К Марии Семериной, которая принимала участие в крымской наступательной операции. Светлана Тимофеева, Сергей Бастен. События. Цветы для милых дам. В преддверии Международного женского дня клиентки «Энергосбыт плюс», заглянувшие в офис, не остались с пустыми руками. Консультанты дарили женщинам подарки и поздравляли с наступающим праздником. Наши корреспонденты увидели, как прошел этот мини-праздник весны. Михаил Ермоленко расскажет подробности об этой и других акциях компании. Тюльпан в России – безоговорочный символ весны, окончания холодов и радостного ожидания предстоящего лета. Добрая традиция – дарить этот цветок в преддверии Международного женского дня в компании «Энергосбыт плюс» зародилась несколько лет назад. С тех пор энергетики проводят накануне праздника День клиента и благодарят посетительниц за своевременную оплату тепла. Внимание людей всегда и всем приятно, что с нашей стороны, даже когда мы проявляем внимание для кого-то, и когда к нам проявляют внимание, тоже особо приятно. Спаситесь. Предпраздничный день клиента – отличная возможность напомнить горожанам о традиционной акции – весеннее обновление. С 1 марта энергокомпания предлагает потребителям оплатить существующий долг за отопление и горячее водоснабжение, что избавит от обязательств платить пене, которые успели накопиться. Нести платеж можно любым способом, а списание неустойки клиент увидит в квитанции за следующий месяц после оплаты. Весеннее обновление – это наша акция, в этом году называется. Она направлена на то, чтобы сделать тепло нашим клиентам, в первую очередь. Любым способом он должен произвести оплату по своим обязательствам, закрыть те долги, которые сформировались. Оплатить задолженность с выгодой для себя можно до 30 апреля. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Транспортные предприятия «Самары», выполняющие рейсы по муниципальному контракту, тоже поздравили женщин-сотрудниц. Дамам дарили сладкие презенты с самого утра, ведь рабочий день у них начинается с 4 часов. Особо отличившимся вручили благодарственные письма, ценные подарки и плюшевых зайцев, ведь по восточному календарю 2023 – это год зайца. Стоит отметить, что на транспортных предприятиях областного центра работает много представительниц прекрасного пола. Это не только кондукторы, но и водители автобусов, трамваев и троллейбусов. Мы их всех отметили с особой любовью, сладкими подарками. Мужчины наши сегодня вручали. Так что наши уважаемые дамы, работники нашего коллектива сегодня уже поехали на рабочее свое место с хорошим настроением. Я люблю очень людей, и поэтому так пассажиров всегда встречаю. Проходите, располагайтесь, держите мое золото. Уделить повышенное внимание крышам, в особенности скатным кровлям, которые обращены на тротуары и пешеходные дорожки. Такую задачу сегодня поставили профильным службам на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Во время сезонного содержания городских территорий первый вице-мар Самары Владимир Василенко поручил активнее заниматься уборкой наледи, обработкой противогололедными материалами, а также расчисткой самарских крыш. С приходом весны, когда постоянно идут перепады температур, то таяние снега, то подмерзание талой воды, кровля в еще большей мере требует тщательных, своевременных и качественных работ. Кроме того, Владимир Василенко поставил задачу усилить работу по вывозу снега на площадке временного складирования. В свою очередь, администрации районов должны по-прежнему контролировать эти процессы в ежедневном режиме и координировать работу специалистов. Отдельно на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии говорили о содержании дорог. В особенности это касается участков, отремонтированных в прошлые годы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Минувшей ночью работники профильных служб трудились на улице Магистральной. Важно было расчистить проезжую часть от снега на всю ширину. За процессом следила наша съемочная группа. Дорога по улице Магистральной – один из связующих участков между промышленными предприятиями, торговыми складами. Помимо легкового транспорта здесь ходят общественные, а также большегрузы. Во время сезонного содержания к таким участкам приковано особое внимание служб благоустройства. Важно поддерживать высокую проходимость. В прошлом году Магистральную обновили на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое высокопрочное асфальтобетонное полотно уложили на площади более 52 тысяч квадратных метров. От улицы Чекистов до Зубчининовского шоссе. Кроме проезжей части привели в порядок въезды и выезды на примыкающие улицы, внутри квартальной территории. На данном участке была выполнена работа с новой асфальтобетонной смесью, именуемой МАШ-16. Данная асфальтобетонная смесь показывает, что она себя хорошо ведет на участках дорог с большим потоком, то есть с большой проходимостью. Важно правильно содержать дороги в течение всего сезона. От этого прежде всего зависит их срок эксплуатации. Во время температурных качелей, когда днем столбик термометра растет и снег тает, а ночью вода замерзает и разрушает дорожное полотно. Чтобы предотвратить это, необходимо обрабатывать дорогу противогололедными средствами. На магистральный подрядчик используют галит. Через 2-3 часа после того, как он подействует, дорогу обязательно прометают. Ранее было сделано на улице магистральный вывоз снега. Сейчас вывозим оставшуюся часть, далее прометаем и просыпаем. Снег с дорог вывозят на площадке временного складирования. Такую работу организуют по всей уличной дорожной сети по городу. В преддверии потепления и положительной температуры Самару продолжают приводить в порядок. Всего в минувшую ночную смену на улицах задействовали 229 машин и 98 дорожных рабочих. За сутки вывезли почти 6,5 тысяч тонн снега. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Все работы, связанные со строительством следующей станции Самарского метрополитена, остаются на непрерывном контроле. Он ведется региональным заказчиком во взаимодействии с администрацией Самары. В историческом центре после переустройства трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской по улице Галактионовской следуют все трамвайные маршруты, включая те, что ранее проходили по улице Фрунзе. На время проведения строительных работ трамвайное сообщение по улице Фрунзе и на участке улицы Венцека от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе приостановлено. Ограничение движения автотранспорта на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской будет в силе до конца августа. Это не распространяется на спецмашины оперативных экстренных служб автомобилей граждан, проживающих в зоне ограничения движения, и служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения. В другой зоне метростроя в районе улиц Полевой и Новосадовой идет разработка стартового котлована с вывозом грунта. Плановая дата завершения работ – 25 апреля. После ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. По расчетам экспертов, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. Станция театральная, она как раз может приводить людей с безымянки из отдаленных районов нашей Самары в центр города, в исторический центр, чтобы люди могли дойти до набережной погулять, чтобы они смогли сходить в театр. Для нас особенно это важно, потому что сейчас есть проект «Пушкинская карта», и у нас таким образом больше школьников сможет посещать театры. И я понимаю тех жителей, которым сейчас строительство метро доставляет неудобства, но мы понимаем, что неудобства – это временно, а метро уже это будет на всю жизнь. Далее коротко о других событиях этого дня. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Казани. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Самара-Казань, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Это произошло в понедельник, 6 марта, около полуночи после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находились 3 члена экипажа и 35 пассажиров, из них трое несовершеннолетних. Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил. В связи с происшествием прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров. Производственные мощности исправительных учреждений области загрузят новыми задачами. Руководство службы исполнения наказаний озвучило планы по изготовлению в исправительных колониях региона заборов и металлических оградок для школ и административных зданий. Собираются озадачить саморских заключенных и выпуском мягкого инвентаря для больниц и изготовлением мебели для детей-инвалидов, производством оборудования для беседок, а также урн для мусора. Получение государственных и муниципальных заказов исправительными учреждениями позволит вполне использовать их производственный потенциал, а также дать возможность трудоустроить большее количество осужденных, что поможет им погашать судебные иски и помогать материально родным и близким. В Самарской области в этом году построят 24 крупных социальных объекта. Речь идет о шести новых школах. Из них четыре будут построены на основе государственно-частного партнерства. Эти учебные заведения появятся в 18-м квартале Тольятти, селе Лопатина, в самарских микрорайонах, Болгарь и Крутые Ключи. На государственные средства будут возведены школы в автозаводском районе Тольятти и селе Тимофеевка Ставропольского района. Летом планируется завершить строительство уникального спортивного объекта – крытого футбольного манежа на 500 мест в Самаре, возле стадиона «Самара-арена». В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары – спортивный объект, которого жители ждали более десяти лет, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. В регионе будут введены в строй поликлиника, пансионат, детский оздоровительный лагерь и другие объекты. Первые телемедицинские пункты клиник СамГМУ открылись в Самарской области. Расположены они в Новокуйбышевске и Сызрани. Пациенты в условиях дефицита врачей узкого профиля смогут получить удаленную консультацию специалистов. Консультировать пациентов, проживающих в удаленных районах, будут врачи более десяти различных специальностей. Для получения услуги необходима предварительная запись. Миллион алых роз для самых нежных, загадочных и желанных. В то время как прекрасная половина человечества 8 марта ждет от своих любимых исполнения заветных желаний, мужчины в поисках оригинальных и незабываемых подарков для дам штурмуют магазины и цветочные отделы. Какие букеты сейчас дарить модно, что предпочитают женщины и какую сумму их избранники готовы потратить на аромат живых цветов, выясняла Ольга Павлова. Флорист Дина Нурумова заботливо складывает композицию из необычных, по-весеннему ярких и ароматных цветов. Говорит, дизайнерские букеты сейчас пользуются особым спросом. Во-первых, это необычно, во-вторых, красиво и в-третьих, не сильно бьет по карману покупателей. Букеты у нас идут от 2000 рублей, композиции идут от 1000 рублей. То есть на ценовая категория разная. Мастерить букеты несложно, отмечает Дина. Нужны фантазия и необычный цветок в композиции. Несмотря на то, что самарцы никогда не отказываются от классики, многие предпочитают экзотические виды цветов. Есть классические просто там розы, хоризонтемы, а есть там мы поставим и все весенние цветы, гиацинты. Есть у нас и ландыши бывают, правда, сейчас закончились. Есть красивые дельфиниумы, устомы, то есть, ну, экзотика. Люди любят экзотику. Рост за 250 рублей, букет люпанов от 600. Продавцы не скрывают, в преддверии праздника цены растут примерно на 20%. Связано это с тем, что увеличиваются объемы производства, а вместе с тем количество рабочих мест, удобрений и прочих затрат на выращивание растений. Кроме того, владельцы цветочных магазинов оплачивают поставщикам все транспортные расходы, а также специальную упаковку, услуги авиаперевозчика, таможенные сборы, доставку. Из этого и складывается предпраздничная цена. Впрочем, жители Самары, как выяснилось, готовы удивлять любимых дам, несмотря на внушительные суммы за букеты. А вратов надо же, любимые, чем-то, правильно? Конечно, конечно. А то у нее кухня, забота, стилька, больше ничего нет же. А тут раз и цветы на 8 марта, да? Я маме буду дарить тюльпаны, а девушка, она мне заказала цветок, который будет в гашке выращивать. Ну, тысяч 8, может быть, если так. На два букета получается, да? Ну, это будут либо белые розы, либо красные розы. Ну, сумма, наверное, 2 тысячи, 3 тысячи. Тысяча. На тысячу. А цветок какой? Желтая роза. Сумма не важна, а цветы себе розы дарю. А это будут тюльпаны, желтые. А суммы не знаю, потому что не узнала в магазине, сколько они стоят пока. Но хочу большой букет подарить, яркий. Тем не менее, специалисты дают несколько рекомендаций, как сэкономить и не переплачивать за весенний ажиотаж на плантациях производителя. Заказать букет можно заранее. Его доставят в праздничный день, а вот заплатить за цветы удастся по прежней стоимости, без переплаты. Также довольно удобно иметь в телефонной книжке собственного, проверенного продавца. Постоянные клиенты, рассказывает Дина Нурумова, нередко делают предзаказы на внушительные суммы от 10 до 100 тысяч рублей. Один из таких, вспоминает девушка, совсем недавно заказал для дамы сердца 15 корзин живых роз. Но если ни один из этих вариантов не пришелся вам по душе, порадовать любимого человека можно и простой веточкой мимозы. Сколько в основном берут и по цене сориентируйтесь, сколько стоит? Разная цена. 100 рублей веточка, 50 рублей веточка, букет есть, 200 рублей. Роскошное, нежное, ароматное зеленое весеннее. На языке цветов мимоза означает солнце, постоянство и возрождение. К вечеру, рассказывает Василий Чернов, как правило, продаются все заготовленные для покупателей веточки. Мимозу берут с удовольствием, и она ничуть не уступает розам и экзотическим цветам, отмечает продавец. Ведь главная не стоимость букета, ни шик и ни количество роз, а любовь, тепло, внимание и забота, которых каждый из нас с нетерпением ждет от любимых и близких людей. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Когда просыпается природа и жизнь наполняется новыми красками. В преддверии 8 марта дом-музей имени Ленина открывает свои двери для посетителей выставки самарской художницы Надежды Русяевой «Пробуждение». Более 60 работ маслом, пейзажи, цветы, женские образы. Одним словом, все, что очаровывает и вдохновляет. Картина увидела Ольга Павлова и готова поделиться впечатлениями. Она не просто художник, педагог, автор иллюстрации Кубышевского книжного издательства, рисунков книг и статей. Человек, картина которого сейчас находится в частных коллекциях различных стран мира. На выставке «Пробуждение» реализм в лучшем смысле этого слова. И искажать его не хочется, ведь женщина прекрасна всегда, независимо от настроения, погоды и обстоятельств. Отмечает Надежда Викторовна и показывает одну из самых любимых своих картин. «Сидела, что-то вспоминала, как этот поезд отходит, как девочка, проводница показывает свободный путь поезду. И она вот как бабочка и птичка вспорхнула на эту высокую ступеньку, и вот вся она уже в порыве этого поезда». Более 60 работ маслом. Оригинальный подарок всем давам к 8 марта. Пейзажи, цветы, женские образы. Все, что вдохновляет, окрыляет и очаровывает. Особенно в начале весны. Здесь и беспокойное море в нежных красках, рассказывающее о переменчивом женском характере. И всадник, будто торопится к даме сердца. И даже цветы, которые не перепутаешь ни с какими другими работами. Авторский стиль художницы в каждом из представленных полотен. Татьяна Салманова впервые увидела эти картины в интернете. Сейчас рада тому, что удалось попасть на выставку и познакомиться с Надеждой Русяевой лично. «Вот вживую – это совершенно другой эффект. Картину видеть вот так вот – это, знаете, ну, сказать, что я в восторге – это не то. Вот я увидела в этих картинах, особенно где цветы. Буквально технику исполнения в стиле 3D. Потому что, вот обратите внимание, они выходят из картины. Их можно взять, эти букеты». Когда жизнь наполняется красками, поток чувства крыляет и дает стимул для творчества. Приходит время для новых работ, рассказывает Надежда Викторовна. Что интересно, большинство картин она пишет под музыку Чайковского и Магомаева. Так идет лучшая кисть и быстрее появляется вдохновение. Такой художественной техникой, которая работает на результат, проникаются и ее ученики. Сейчас многие из них – выпускники лучших художественных и архитектурных вузов страны. «Надежда Викторовна является моим первым преподавателем, первым учителем. Считаю, что рисовать может каждый. Главное – желание. Может, у кого-то есть талант, у кого-то есть к этому предрасположение. Но если нет желания, то ничего не получится». Выставка «Пробуждение» открылась в Доме музея имени Ленина в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе». Экспозиция будет открыта до конца марта этого года. Вход свободный. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации железнодорожного района сообщает о мероприятии «Есть в марте день особой», которое прошло сегодня и было посвящено празднованию Международного женского дня. Глава района Вадим Тюнин в торжественной обстановке поздравил талантливых, удивительных, прекрасных женщин, которые внесли значительный вклад в развитие района. Телеграм-канал «Самаргиз» присоединяется к поздравлению. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг – МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городе Самара. Департамент образования Самары рассказывает, как успокоиться родителям ребенка, который капризничает. Если счет до 10 не помогает, выберите 5 вещей, которые видите вокруг. Это может быть книга, плед, цветок, чашка. Остановите на них свой взгляд и внимательно рассмотрите. Мысленно назовите их цвет и форму. Если ребенок сдает экзамены, вы переживаете, отвлекитесь на монотонное занятие, которое заставляет сосредоточиться и доставляет удовольствие. Рисуйте картину по номерам, собирайте пазлы, поливайте цветы, вышивайте или вяжите, переберите вещи в шкафу. Если не хватает выдержки, например, когда целый час приходится учить ребенком одно четверостишее, решать задачу или уговаривать его убрать игрушки, возьмите паузу для себя и ребенка, глубоко подышите, выпейте воды. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин